Вечер Андрей Андреевич, посоветуйте, есть ли техника или способ сохранить сознание после смерти перехода. Если будет воплощение, то хочу помнить свою жизнь осознанно. Я уже об этом рассказывал и хочу вам сказать. Одна из особенностей человеческого сознания заключается в том, что если вы вспоминаете на протяжении этой жизни все, что с вами было, то там не будет только хороших воспоминаний. Вообще человек при рождении почему-то ориентирован на то, чтобы больше испытывать, как бы все хорошее воспринимается как само собой, как жизнь, а все плохое воспринимается как событие. Именно поэтому у человека часто извращенное восприятие мира, оно у него более событийное. То есть событийные, агрессивные, импульсивные, травматичные моменты жизни, они больше всего запоминаются. Также человек на протяжении жизни может вспоминать, кто его обидел, как ему было плохо, кто там его киданул или кто на него плохо говорил и так далее. Вот эти травматические события жизни, они сформируют характер человека до его осознанного, неосознанного, вернее, выхода в другую жизнь. Ну или по-другому смерть. Именно поэтому я часто говорю, в этой жизни может нас мучить совесть. Могут быть целая куча событий, которые мы не можем никаким образом забыть. У нас есть долги, а также у нас есть совесть, у нас есть еще что-то. И это есть у каждого человека. У кого-то более мелкое, у кого-то более крупное. Но поверьте мне, у всех есть. У кого-то совесть, нет таких людей, которые могли бы вот сейчас сесть и сказать, я удовлетворен своей жизнью, я готов прямо сегодня умереть, хотя есть такие. Я готов сегодня прямо умереть и я ничего плохого не помню, все хорошее в моей жизни наполняет меня, я прожил счастливо и так далее. У каждого человека есть какие-то внутренние кошмарики, как я их называю, которые всплывают из памяти прошлых лет, отношения родителей, ну не об этом. Таким образом я могу сказать, что в случае, если вы умрете и потом вновь родитесь, то у вас будет две дилеммы. Первая дилемма будет связана с тем, что на протяжении своей жизни вы имели проблемы, которые связаны с вашей памятью и вашими нестабильными состояниями. То есть не прощали родители, не прощали любимых, не прощали разводов, не прощали мужчин, не прощали кого-то там и так далее. И это вам передастся, оно вам надо. То есть у вас шанс прожить счастливо, а у вас там будет целая куча вот этих воспоминаний. И второе. Вы знаете, что заболевание человека, одна из причин заболевания человека на протяжении жизни, это неправильное восприятие его жизни самому. То есть из-за того, что человек огорчается, кортизон повышается, кортизол увеличивается, после этого появляется и целый ряд заболеваний от этого формируется. То есть там не усвоение кальция приводит к появлению, это все деформирует организм, организм. То есть можно условно сказать, что болезни, которыми вы болеете, они приводят не всегда, кстати. Сознание с вашими стрессами и беспокойствами и вашим восприятием мира привело вас к тому, что вы станете или стали взрослым и у вас есть болезни. То есть часть болезней связана с тем, что вы прожили хорошо или плохо, а также некоторые болезни связаны с тем, что у вас что-то произошло когнитивно и сформировалось там видение неправильное, первопричины какие-то там и так далее, что и привело к появлению вашего характера, ну и как ни странно заболеваний. Знаете, в книге Вардурьян Бо Санджея Джамцо было сказано о том, что одна из классификаций заболеваний это омрачение сознания, проявление злости и отсутствие внутренней добродетели. Таким образом, он говорил, что ряд заболеваний могут быть от плохого питания и от переедания, от тяжелой работы и наоборот от безделья, от истощения сознания или истощения тела, и от вирусов или отсутствия правильного питания. Ну и он говорил еще, что есть заболевания, которые могут быть связаны как раз с омрачением человека и даже влиянием на него гневных духов. Где-то я с ним согласен, ну я не эксперт, но могу сказать, что скорее всего так и есть. Так вот, тот момент, когда вы переродитесь и у вас останется память этой жизни, что вы получите в момент рождения? Вы получите долги, которые вам нужно отдать. Также вы сразу же получите ненависть к тем, кто вас обижал, и будете считать, что все люди плохие. То есть, к тем какашкам, которые у вас были, вы хотите добавить новых? И второе, омраченность вашей жизнью, которая привела к заболеваниям, она никуда не денется. То есть, если у вас сейчас ваши там 70, 80, 90, 100, 200 лет есть ваши болезни, то они сформированы, скорее всего, не только вирусами, еще и неправильным вашим поведением. То есть, в тот момент, когда вы умрете и будете рождены в новом теле, если вам не стереть память, то эти болезни должны перейти автоматически. Вы бы этого хотели. Есть ли такие случаи? Есть, когда дети рождаются и когда ребенок имеет память прошлых жизней. Минус в чем? У этого ребенка из прошлой жизни появляются тяжелейшие заболевания. Почему? Ну так а что делать? Я могу сказать это на примере своей жизни. Я был абсолютно здоровым человеком, но у меня были темные практики, когда я в темноте долгое время находился и пытался вспомнить свои жизни. И как-то получилось, что это в моей жизни произошло. Так вот, после этого изменилась походка, появились заболевания суставов и болезни, которыми я раньше никогда не страдал, такие как гипертония, старческие. Также вот после такого ретрита, он длился полгода, после такого ретрита у меня появилось ощущение, будто я старый-старый человек. И справиться потом с этим было у меня уже в моей жизни невозможно. Поэтому я хочу сказать, что если бы пришло время и можно было бы то, что я тогда сделал, не делать, то я бы сейчас этого не делал. Также изменился характер после тех ретритов не в лучшую сторону. Я хочу вам дать совет. Познавайте мир в этом мире много прекрасного. И с радостью переходите в новое измерение и новую жизнь, потому что в дальнейшем новая жизнь даст вам новую радость и новое счастье. Пусть. Тогда было одно время, сейчас другое. Зачем об этом вообще думать?